Давайте, может, немножко и о грустном поговорим. Я думаю, что вы знаете, какая история случилась с Мэйсоном Гринвудом, что он натворил, как он избивал свою девушку, и сколько доказательств этому уже представлено. Давайте, наверное, зайдём немножко издалека, чтобы я мог чётко проговорить свою позицию. Часто в таких делах меня бесят, вернее, теоретически в таких делах, мы абстрагировались от конкретного случая, меня могут подбешивать две стороны комментаторов. И сторона комментаторов, который, забывая о презумпции невиновности, начинает набрасываться на человека, которого в чём-либо обвинили, слишком агрессивно и до любых решений суда. И сторона, которая пытается какие-то совсем странные отговорки из Средневековья приводить. В данном случае я практически не видел этих отговорок, но только в одной программе по соседству в Ютубе. Но эта отговорка, она совсем не канает. Нет, блин, не с каждым такое случалось. И отговорки Средневековья пытаются приводить в духе, что женщины, которые попадают в такие ситуации, сами хотят в них оказываться, сами провоцируют, сами хотят встречаться с богатыми футболистами, и всё такое, и дальше жалуются, потому что это абсолютный бред. И набрасывание на человека, забывая о презумпции невиновности, это тоже бред. Но это моя общая ситуация. То есть нельзя сказать, что у меня на каждый такой случай припасена чёткая позиция. Я оцениваю то, что у нас есть. И вот возвращаясь к текущей ситуации, мне кажется, понятное дело, что я не судья, и суд английский считается самым независимым и самым честным в мире. Он, я думаю, докопается до истины. Но в данном случае я уже готов осудить и готов встать, учитывая то, что уже было предоставлено, готов встать в эту радикальную первую позицию, потому что мне на самом деле достаточно того, что мы уже увидели, тех доказателей, которые попали в сеть. Я не вижу абсолютно ни одного сценария, никакого контекста, который может как-то в моих глазах Гринвуда оправдать. Опять же, это не какая-то базовая сценария, это не какое-то базовое мнение, не какой-то шаблон, который я каждый раз применяю. Я тут не имею такого чёткого полюса, но в данном случае я считаю, что всё достаточно очевидно, и что уже сейчас, понятное дело, что планка, скажем так, общественного осуждения, общественного порицания, она отличается от планки осуждения непосредственно в судебной инстанции. Но вот в моих глазах общественного порицания уже сейчас он заслуживает максимального, поэтому всё, что я тут могу сказать, надеюсь, что и в суде этому подонку по заслугам достанется. Я не думаю, что что-то ещё тут нужно добавлять и копаться в этой, с одной стороны, актуальной теме, с другой стороны, далеко не футбольной. Но вопросы даже про это предлетали, поэтому я решил всё-таки свою позицию проговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!